МОСКОВСКИХ САМОЛЕТА 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 возможно еще есть японии потому что есть такая информация что япония тоже сильно горит чему это может привести значит экологические последствия трудно даже переоценить вот потому что не все бывает взвешивается одновременно здесь могут быть последствия большие это однозначно а вот в кратчайшее время это значит усложняется состояние санитарной педал и педиаломитики пяти логическое состояние это и состояние людей особенно предпенсионного пенсионного возраста которые больные болеют легочными заболеваниями это однозначно значит и вот я помню в 97 1997 году значит белок и были такие же пожаре в европейской части нашей страны но у нас здесь сильно горели ленточные бары в это же время горел сильно горный алтайн гудайский лесхоз и я работал белокуринском лесхозе там тоже были пожары на площади полторы тысячи гектар мы не сразу их обнаружили потому что дымка все нам дезинформировал не было видно наших пожаров но потом выяснилось что действительно мы стали обнаруживать поздно вечером ночью когда зарево от огня стал спускаться с гор в сторону города-курорта и тогда на следующий день детские санатории которые находились там и были в клине так сказать в горы дальше они уже были частично эвакуированы многие пожилые люди из числа отдыхающих тоже сидели на чемоданах или уезжали тут ситуация очень в этом плане серьезные смотрите пожары из-за якутии уже дошли до урала то есть расстояние огромное что может быть дальше если их не тушить и какими способами лучше всего их предотвращать как бы ну самое было бы правильное плане не распространение лесных пожаров они возникают по многим причинам вот но самое основное это на ранней стапине стадии их развития обнаруживать и принимать все меры к их ликвидации и тогда можно было допустить всего лишь небольшие площади которые в принципе в экологическом плане не представляли бы таких больших глобальных от негативных последствий где лесного хозяйства эти площади могли сами восстановиться лесом или их можно было искусить восстановить но когда вот такие огромные площади горят и к ситуации выходит из-под контроля здесь конечно очень сложная ситуация как тут быть как тут быть значит надо искать естественно рубежи каких-то более изреженных скажем и лесов занятых значит водоемами чаще всего это реки потому что и частично болото всем чтобы на этих рубежах можно делать было какие-то заслоны с тем чтобы но не способствовать развитию этих пожаров это сложно конечно ситуация я вот сказал болото но болото болото бывает сфагновые они горят как говорится за милую душу является источником подземных пожаров поэтому взять здесь очень сложная ситуация в этом плане ну смотрите можно ли сказать что сейчас уже ситуация с такими пожарами немножко запущена и мы можем с вами вернуться к тем крупнейшим так сказать пожаром и смогу как в 2019 году или как вы говорили ранее в 1910 году было подобное ну я не совсем понял как запущенная ситуация как понимаю самого первого дня мы не смогли да с этим справиться и пожары дальше 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 если судить по той информации которая шла по телевидению то начиналось это где-то в апреле месяце может немножко раньше где местами и потом все это дело нарастало нарастало и конец значит весны и начало лета середина лета этого пожара уже бушует вовсю значит почему это произошло не справились одним одним словом только так можно сказать с этим стихийным бедствием там периодически была информация что новые очаги из других значит мест стали появляться прогрессировать потом все это дело в каких-то ситуации объединяется и получается одни большие пожары укрупняются но в общем случае это та ситуация которая вышла из-под контроля сейчас может быть прозвучит ответ поучительный для многих жителей краевой столицы что могло стать причиной пожара в якутии все-таки природные катаклизмы или все это же люди но смотрите во первых якутия сибирские регионы северные в том числе якутия характеризуется с низкой численность населения на единицу площадь если у нас лесхоз был площади скажем 100 120 тысяч гектар то там лесхозы были два три пять миллионов может быть и больше гектар и до человека человека если он даже и лесник то он там значит редко они могли встречаться и видеться и так далее и в случае появления такого бедствия конечно один человек никак не мог противостоять вот дальше что ты мысль что все хорошо дальше дальше противостоять поэтому вот мысль его потерял давайте перейдем к следующим вопросам а методы тушения какие на сегодняшний день самые эффективные ну методы тушения конечно авиационное тушение вернее как обнаружение пожаров с помощью летательных аппаратов конечно очень прогрессивный метод но как в плане тушения здесь конечно уже другая ситуация смотрите вот в южной части ленточных боров бичом является для некоторых других природных зон является грозовые разряды как источник возгибления огня образуется такая пелена белая как молоко размытое и происходят грузы значит те которые в основном бьют в почву они горизонтальны по повреждению почвы естественно они как сказать повреждает высокорослые крупномерные деревья вот и часто это не сопровождаются вообще осадками сухой дождь называется его заметить что там произошел по пожар можно только часов 10 утра следующего дня то есть если есть здесь летательные аппараты вертолет самолет чаще всего то обычно они вылетают в 9 10 утра потому что к этому времени пожар успеет немножко разойтись скажем на сотку две и сделать выбросы дыма над кромкой бора и тогда с пожарных вышек это становится наблюдаемо и они дают сигнал что там пожар только в том месте поднимается вертолет уже накануне этого и он уже со своей высоты полета он четко вид я жил и работал в том месте где было авиа такое звено если там вам очень хорошо дружил поэтому они прекрасно они в день вылетает в десять 10 часов до часу дня они 8 10 пожаров затушивают потому что он поднялся он на полянку спустился двоих десантника выбросил он полетел поднялся дальше эти подбежали эти 10 соток быстренько они граблями лопатами затушили вот и все вот такая ситуация но если упустить такой пожар под контролем из под контроля то тогда уже нужно привлекать людей нужно привлекать технику это будет наземные способы тушение пожара и тут очень зависит от того насколько оперативно было обнаружено насколько правильно среагировали подъехали правильно приняли позицию тушению и методы тушения пожара потому что они есть разные насколько значит эта группа снабжена техникой которая смогла бы и правильного руководства лучшие работников лесного хозяйства всю эту технологии вместе все взяты составляющие меры борьбы с лесными пожарами наземными по крайней не мере значит лучше работников лесного хозяйства никто никогда эту функцию не выполнял а теперь пожары крупные значит площадь которых на составляет более 200 гектар это если там была авиационная охрана лесов значит а здесь сложная ситуация и когда они тем более срастаются и приобретает площадь супер большую да тогда только остается авиационные и частичное применение специальных подразделений авиадесантников которые могут на каких-то фрагментах хорошо сработать используя при этом взрывной метод возможно другие современные а вот применение авиации при тушении лесного пожара ну вроде бы все заманчиво вроде ничего хорошо но нужно иметь ввиду что примерно 50 процентов только эффективное попадание на мест на кромку пожара остальные 50 процентов выйдет в распыл вода и идет на значит ну не попадание и здесь можно эффективность поднять с помощью значит химических добавок и и поклеющих масс которые воде не дают распыляться и тогда точное попадание может способствовать но здесь и надо иметь ввиду что вот эти большие танкеры самолеты они заправляются с тоже с модулей аэропортах то есть ему нужно долететь до аэропорта это может 300 километров а потом вернуться обратно и сделать новую водяную атаку сколько уйдет времени а уже четко известно что если время между двумя водяными атаками составляет больше 15 минут то это уже не эффективно потому что вот это так от первого вода которая только справа целого процесс горения и он увеличивается в свою интенсивность вот какой и плюс дороговизна это может быть 8 10 может быть больше раз это будет менее экономически выгодно нежели чем наземные средства защиты вот а дымка не мешает тушению пожара мешает мешает это вообще для авиации в том числе и той который занимается на тушение пожара тем более самолет он же должен как можно ниже спуститься он даже с высоты 50 метров должен носить значит ну вот здесь это все это дело очень сильно мешает конечно такие пожары могут привести к природным таким изменениям это правда или все же нет но это обязательно приведет большим глобальным изменениям вот и южная часть леночных воров она уходит казахстан и те пожары конца прошлого века 97 2002 3 5 годы были интенсивные лесные пожары которые приходили с территории казахстана но и на алтайской территории они зарождались и тоже имели свое развитие так вот к чему это привело это привело в первую очередь сменению изменению ландшафтов природных в первую очередь это сказалось на осадках повышенном ветре то что зимой мы видим заносит сугробы барнауле почему потому что лес нам на границе казахстана сгорел то он не удерживает осадки они приходят сюда а зной на ветра с пустыне средней азии то же самое когда жарко жарко в городе мы от фонтана не хотим их ходить вот же это четко проявляется но больше всего здесь проявляется на изменение климата вот по данным метеостанции ключи славгородский там за последние скажем 10-20 лет средняя температура воздуха повысилась на 2 3 а может быть и больше градусов это к чему ведет что отдельные виды уже выгорает они не выдерживают того чтобы оставаться на то же время их место занимают те виды травянистых растений которые приходят с пустыни оттуда средней азии плюс насекомые тарантулы каракурты значит сойка круглоглого сосновая ящерица то есть вот это все указано том значит а сибирский регион это будет оттаивание болот однозначно отдая не болот это значит выходы газа который находится там вечном межзлоте и вот это в этом плане будет конечно экологическое нарушение но я скажу что пожары приводят и поднятие уровня грунтовой воды если погиб на этом месте лес я вот наблюдал семь лет в течение семи лет например уровень грунтовых ходов южной части леничных боров и там получается такая картина через 10 дней замеры мы четко установили когда понижается когда повышается после зимнего снеготая не так далее так далее прошли пожары на обширной площади 97 года и уровень грунтовой воды воды смотровых склашев поднялся на 2 метра 40 сантиметров это значит пониженные места рельефа среди песков нонсенс но там будет стоять вода и там пойдет заболачивание даже и там утки крякают и прочее прочее хотя этого никак не должно быть среди песчаных почв вот о чем речь это изменение тут происходят глобальные что на этом наше время к сожалению подходит к концу берегите природы будьте аккуратны с огнем